С каждым годом все больше энтузиастов подключается к неделе леса. Республиканская акция объединяет людей разных возрастов и профессий. На этом участке Бобруйского лесничества в районе Титовки трудились активисты из 32-й школы и специалисты Центра стандартизации. Сюда мы приехали с детьми на общественное занятие, на благотворительность, можно сказать, на вот эту вот добровольную акцию. Мы немного устали, скажем так, но я думаю, все рады и довольны тем, что мы здесь сделали. На благо общества, на благо родного города. Дресс-код, удобная одежда и перчатки. В руки двухлетние сеянцы сосны. По традиции вначале изучение принципов посадки. Здесь нужна сноровка. Чтобы саженец прижился и пошел в рост, его необходимо посадить на определенную глубину таким образом, чтобы корневище оказалось полностью в земле. Лонка делается в земле с помощью вот такого приспособления, которое называется меч Колесова. Теперь сюда мы закапываем сосну и плотно притаптываем ее землей. Сосны, зимостойкие растения отлично переносят низкую влажность. Большинство видов дерева устойчивы к экологическим загрязнениям. В отличие от других хвойных, сосна лучше всего растет на постоянно освещенных участках. Это чрезвычайно светолюбивое растение. Здесь проходила сплошная санитарная рубка в прошлом году. Были 100% вырублены все деревья, пораженные короедом. После этого производили очистку способом сжигания порубочных остатков. И осенью была проведена частичная подготовка почвы. На этой территории, где бушевала стихия, жук-вредитель, через 7 лет вырастут сосны выше метра. Активисты высадили более 9 тысяч сеянцев. Всего же за время республиканской акции «Неделя леса», которая проходит в 12-й раз, горожане восстановили зеленое богатство на площади в 23 гектара. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.